Перед тем, как завести собаку, будущему хозяину следует подумать, сможет ли он справиться со своими обязанностями. Псу нужны прогулки, правильное питание, а также дрессировка. Дрессировать собаку по слушанию обязательно с детства, чтобы она не прыгала на хозяина, не пачкала девушку и не бросалась на людей. По этой причине собак подбирает со щенков. Щенки выбираются в возрасте от 30 до 40 дней. Лучше всего собаки поддаются в наших условиях, это немецкие овчарки. Мало кто понимает, что без воспитания животное может напасть на прохожего, укусить ребенка. Она же просто играет, говорят хозяева. Но травмы у жертвы остаются как физические, так и психологические. Воспитать собаку может не каждый, животное часто не слушается. Из-за этого возникает дискомфорт в общении. Чтобы и у собаки, и у хозяина было желание проводить время вместе с пользой, необходимо правильно дрессировать животное, как дома, так и на улице. Прогулка – это тоже часть дрессировки. Начиная с того, что нужно приучить собаку успокаиваться перед выходом на прогулку, заканчивая тем, что на прогулке она должна ходить по команде рядом. И также вы должны уметь в любое время отвлечь от каких-то посторонних раздражителей. Например, других собак или проезжающих автомобилей. Воспитание собак требует последовательности. Потому что, когда разные люди, например, в одной семье требуют от собаки разного, в итоге она не поймет, что ей можно, что ей нельзя. Специалисты уверяют, что дрессировке поддается каждая собака. Как породистая, так и дворняшка. Общение с братьями нашими меньшими нужно выстроить через приучение к командам. На одно и то же действие собака должна видеть одну и ту же реакцию хозяина. Только так она поймет, как должна правильно действовать. Команды следует произносить четко. Если собака сделала что-то неправильно, нужно сразу это пресечь командой «фу». Память у животного короткая, поэтому, если поругать спустя время, четвероногий друг не поймет, за что наказан. Сидеть, ждать. Ждать. Ко мне. Никто не говорит, что дрессировка – это просто. Но если каждый владелец четвероногого друга будет воспитывать подопечного, в городе станет намного спокойнее. Как детям, так и родителям. Татьяна Меркурьева, Антонина Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Продолжение следует.